В соответствии с законом, те владельцы транспорта, жилья и приусадебного участка, которые не успели уплатить налог в срок, будут вынуждены, кроме основной суммы налогового обязательства, заплатить административный штраф, а также пению за каждый день просрочки. Тем, кто не успел в срок оплатить налоги, теперь грозит штраф. До 1 сентября необходимо было уплатить налог на транспортное средство, налог на жилые дома, квартиры, неиспользуемые для предпринимательской деятельности, налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки. За несвоевременную уплату налога для физических лиц предусмотрен штраф в сумме 1000 сомов, юридических лиц – 5000 сомов. До уплаты налога также необходимо сдать информационный расчёт в электронной форме через личный кабинет салык.кейджи или в бумажном варианте с посещением налогового органа. За несвоевременное представление информационного расчёта также грозит административный штраф для физических лиц в сумме 3000 сомов, для юридических лиц – 13000 сомов. В информационном расчёте, если, к примеру, у вас транспортное средство, то необходимо лишь указать вид транспорта, срок эксплуатации, включая год его выпуска, заполнить графу, объём двигателя и другую необходимую информацию. В ведомстве напоминают, что налоги можно оплатить в кассах банков, почтовом отделении, а также через платёжные и посттерминалы, мобильный и интернет-банкинг, платёжные карты или другие периферийные устройства. На следующей неделе по всей республике начнётся масштабный рейд совместно с сотрудниками ГУО БДД. «Каждый водитель обязан при себе иметь права, техпаспорт на машину и квитанцию об уплате налога. Если отсутствует какой-либо документ, сотрудники милиции имеют право поставить транспортное средство на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств. Что касается налогов на земельный участок и имущество, то их оплата отображается в специальной базе. В случае неоплаты налога мы направляем им письменное уведомление. В случае неисполнения налогоплательщикам в установленные сроки обязанности по уплате налога, пении и штрафов, то мы передаём дело в судебные органы. Там уже будет принято решение о наложении ареста на имущество». Мы решили поинтересоваться у водителей, оплатили ли они налог. Выяснилось, что большая часть автолюбителей предпочитает своевременно оплатить по счетам. «В банке РСК платил налог около 1000, что точно не помню. Сома в 900, что-то около этого». Что касается авто, то налогом облагаются все виды транспорта. В том числе легковые автомобили, фургоны и пикапы на базе легковых автомобилей, грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы и так далее. Для каждого вида транспорта действует своя налоговая ставка.